НГМК Увеличили объемы производства, расширили номенклатуру продукции. В общем, работали над собой и совершенствовались. К примеру, 16 миллионов техногенных отходов перерабатывает гидрометаллургический завод в структуре комбината. Его строительство шло 4 года. Или же разработка месторождения пистолей, где оборудование стоимостью 275 миллионов долларов обеспечивает переработку уже золотосодержащей рюдой. Это лишь малая часть того, о чем стоит рассказать подробнее. Тему разовьет хандомер Хашимов. Узбекистан. Это не только восхитительные природные пейзажи. Туристические локации с оттенками исторического прошлого, но и индустриально развитое государство. Почти вся периодика видов полезных ископаемых позволяет нашей стране уверенно входить в топ-15 стран мира в этом плане. Целевой стратегии Узбекистан 2030 определены задачи по увеличению объемов добычи золота в полтора раза. Серебра и урана в три раза соответственно. В процессе достижения данных параметров и решения комплексных производственных задач Новоийский горно-металлургический комбинат, будучи в авангарде тяжелой промышленности, вносит свой, пожалуй, самый весомый вклад. Нельзя не заметить, что нынешние успехи в работе комбината достигаются за счет сопряжения сразу нескольких программ по развитию сферы, где присутствует модернизация цикличности работы предприятий, оснащение современным оборудованием и технологиями, оцифровка имеющихся данных для обеспечения мобильности обмена информацией и мониторинга эффективности действующих механизмов. Почетное и уверенное место по добыче желтого драгоценного металла в мировых рейтингах занимает и рудник Мурунтау, находящийся в ведении НГМК. Уникальный проект – гидрометаллургический завод номер 7, на реализацию которого ушло 4 года, стало одним из самых крупных инвестиционных решений последних лет. Мощности переработки составляют 16 миллионов тонн техногенных отходов ежегодно. Его отличие от других заключается в том, что благодаря применяемым здесь ноу-хау, продукция получается из переработанной руды. Плюс ко всему – полная цифровизация. Казалось бы, что все просто, но нет. Тяжелая металлургия – дело не из легких. На сегодняшний день на заводе трудятся 700 рабочих и 150 инженеров-техников. Руда от нас передается другому заводу и распределяется на классы. Затем отбираются камни крупного размера. И те, что входят в класс минус 3, отправляются на измельчение в мельницу. После этого руда доводится до 80%. В этом процессе важен каждый технологический этап. По завершению всех необходимых работ металл переводится на завод по ционированию. Раньше такие возможности не были задействованы. До сих пор в мире нет аналогу этому проекту. Впервые данная технология была применена именно в Узбекистане. То бишь, получение дополнительного объема золота из технических отходов. А это еще одна локация, где пишется новая страница в истории отечественной металлургии. Объект, имеющий стратегическое значение. Месторождение Пистали. Гидрометаллургический завод номер 6. Стоимостью без малого 275 миллионов долларов. Обеспечивает переработку 4 миллионов тонн золота, содержащих руд. И добычу непосредственно самого золота. Основная часть оборудования выпущена новоийским машиностроительным заводом. Что говорит о высоком уровне локализации. А значит, конкурентоспособности производства. Промышленность стала драйвером экономического развития Нуратинского района. Повышение благосостояния людей. 750 человек трудоустроены на гидрометаллургическом заводе номер 6. Он считается полностью оцифрованным. Создаются новые вакансии. Благодаря реализации проекта в бывалой ранней пустынной местности развилась промышленность. Безработная молодежь теперь работает здесь, обеспеченная стабильным доходом. Мы горды, что работаем здесь. Все условия для рабочих созданы. Комфортно вести здесь деятельность. Все то, что мы научились, хотелось бы реализовать тут. Чтобы внести свой вклад в развитие комбината, на котором трудимся. Согласно программе локализации, в 2023 году комбинатам было выпущено продукции на почти 630 миллиардов суммов. А закупки у местных предприятий превысили 5,5 триллионов суммов. По сравнению с 2022 годом динамика роста составляет 14,3%. Подобные тенденции складываются в первую очередь за счет освоения новых месторождений. По сути, это определяющее звено цепочки функционала всего комбината-гиганта. С января прошлого года начали осваивать данное месторождение. Его ширина 1750 метров, длина 790 метров. На месте работает и молодежь. Глубина составляет на данный момент 55 метров. Впереди нас ждет углубление зоны на 200 метров. Впервые используются такие крупные и габаритные самосвалы от КамАЦУ с высокой грузоподъемностью. Они очень удобны в управлении, комфортны при вождении. Благодаря их эксплуатации заметно усиливается работа на объекте. Если раньше при использовании старых моделей грузовых автомашин мы убирали порядка 1700 кубометров, то сегодня при помощи 254-тонного самосвала в одну смену обрабатывается 2500 кубометров руды. Двигатель имеет силы в 2600 лошадиных сил. Также на машине установлен генератор, за счет которого вырабатывается энергия, позволяющая выдерживать серьезную нагрузку при непосредственной работе. В общем и в целом это самые передовые технологии. В первую очередь здесь предусмотрено все для безопасности водителя. Управлять им крайне удобно. Плюс ко всему отличная система кондиционирования. Летом прохладно, зимой тепло. Есть специальные видеокамеры, по которым мы можем ориентироваться при езде. Кстати, на мониторе высвечиваются линии, которые подсказывают, как правильно останавливаться, высыпать груз и так далее. Удобство налицо. Вот здесь видите процесс монтажа гидравлического экскаватора PC-4000. Таких экскаваторов у нас на рутинге эксплуатируется. Объемом ковша 22 куба. Камацию эти экскаваторы надежнее. У нас несколько экскаваторов работают. Вот сейчас новый экскаватор поступил. Мы собираем. Еще есть запчасти следующего экскаватора. Тоже Камацию PC. Сейчас мы их как соберем, они пойдут на эксплуатацию. Можно сказать бой. Это уже сейчас третий экскаватор, такой же марки, гидравлический. Но еще вот поступает четвертый экскаватор, такой же марки. Если по общее количество экскаваторов по рутингу Брунтау, они больше уже 82 единицы. Здесь имеются в виду экскаваторы типа ЭКГ, гидравлические экскаваторы, бровые станки СБШ и гидравлические бровые станки. Разные марки, разные модификации. Проекты цифровизации и организационно-технические мероприятия позволят увеличить объемы добычи горных пород на 7,4% и объемы переработки полезных ископаемых на 3,1%. Наряду с повышением производительности заметно сократятся расходы. В текущем году ожидается, что экономия средств составит 152 миллиарда суммов, а в следующем же уже 625 миллиардов суммов. Мы находимся в ситуационном центре центрального рудоуправления, где благодаря цифровизации, где можно наблюдать все структурные подразделения центрального рудоуправления, все технологические процессы, горные работы, транспортные средства, все здесь наблюдается. И удобством этого ситуационного центра является то, что здесь повышается оперативность работы. Также, если какие-то возникают вопросы или проблемы, отсюда действия анализируются и соответствующим службам, соответствующим специалистам сообщается для оперативного решения этих вопросов, возникшихся. Цифровый центр находится на территории 2-го гидрометаллургического завода, площадки Бесапан. 2-й гидрометаллургический завод является флагманом гидрометаллургической отрасли. Республика Узбекистан также является одним из крупных предприятий во всем мире. Перерабатывается золотосодержащая руда объемом более 52 миллионов тонн в год. От процесса рудоподготовки до отливки 4-х девяток осуществляются все процессы. Новоийский машиностроительный завод, обеспечивающий значительное импортозамещение, также играет немаловажную роль в выведении отечественной промышленности на качественно новый уровень. К примеру, за счет производства специального оборудования для гидрометаллургического завода номер 7 было сэкономлено почти 50 миллионов в долларовом эквиваленте. В рамках увеличения производственных мощностей завода построен новый участок механосборочного цеха. Оснащенный современными высокопроизводительными станками, а в литейном цехе введена в эксплуатацию современная 25-тонная плавильная печь. За последние годы в нашей республике реализуется много инвестиционных проектов. Как пример, механосборочный цех построен согласно инвестиционного проекта, стоимость которого составила 22,1 миллиона долларов. Можете посмотреть современный цех установочного оборудования из Корейской Республики, три больших крупногабаритных станка. Как пример, можете посмотреть сакарно-карусельный станок, диаметр обрабатываемых деталей 12 метров, массой до 400 тонн. Также вы можете видеть расточной станок, высота обработки которого составляет 8 метров, массой до 200 килограмм. Последний станок наш зуборезный станок, с возможностью обработки венцов до 12 метров. С их помощью мы освоили такие детали, как большие шестерни, мельницы, мельницы шаровые центробежные, размерами диаметром 5,5 метров, длиной 7,5 метров. Также мельницы мокрого самоизмельчения, диаметр 7 метров, ширина 2,3 метра. И сейчас у нас в реализации в этом году освоить 9-метровую мельницу шириной 3 метра. Спасибо большое президенту за такие возможности, что дали нам эти возможности. Мы обязательно не подведем, реализуем это все. Экономия валютных средств благодаря этим станкам только за этот год составляет 14,7 миллиона долларов. В следующем году мы планируем увеличить этот показатель освоения новых мельниц, новых запасных частей. Хотим добиться отметки 20 миллионов долларов. Экономия. В предстоящие 7 лет запланировано притворение в жизнь 10 крупных инвестиционных проектов. Новые рабочие места вкупе с диверсификацией и увеличением объемов производства драгоценных металлов станут результатом данной работы. Ранее перед комбинатом была поставлена цель повысить добычу золота на 30% до 2026 года. Благодаря кропотливой работе ждать столько лет не потребуется. Ожидается, что эта планка будет не только преодолена, но и перевыполнена в этом году. Но при этом самые большие победы и достижения еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова